Здравствуйте! С вами Швейный Советник. В этом видео мы покажем, как обработать гульфик. Это не классическая обработка, а та обработка, к которой мы пришли за годы нашей практики, переделывая сломанные молнии. Смотрим. Мы будем делать застежку на мужскую сторону, поэтому на левой половинке цельнокрайонная обтачка 4 см от среднего среза, на правой половинке 1,5 см. По остальным сторонам припуск 1 см. Продублировали цельнокрайонную обтачку, припуск под шов и вырезали подзор шириной 8 см и длиной соответствует цельнокрайонной обтачке. Также продублировали. Подзор складываем лицо с лицом и стачиваем один срез на сантиметр. Уголок высекаем, выворачиваем и приутюживаем. Обметываем срезы. Самое трудное место это вот это. Когда подойдем к нему, нам этот угол нужно уложить в прямую линию. Либо отключить нож. Цельнокрайонную обтачку заутюживаем по среднему срезу. А на второй половинке от среднего среза отступаем 0,3-0,5 см и заутюживаем. Соединяем детали лицо с лицом. Отступаем от шагового среза 2 см. Стачиваем и за цельнокрайонную обтачку поднимаемся на 1,5 см и попадаем в заутюжку. Стачали средний шов. Вот так должно все выглядеть. Для наглядности белым мелом обозначили середину, синим заутюжка, которая смещена в сторону среза на 0,3. На левой половинке рисуем линию отстрачивания. Сейчас это будет сделать проще, потому что нам не мешает молния. И ширина отстрочки 3 см, внизу закругление. И отстрочка заканчивается у начала шва. Молнию лучше расстегнуть. Уравниваем верхний срез и молнию. И от зубчиков заутюжку можно расположить на 0,2. И закалываем. И будем настрачивать молнию. При этом зайдем за основание шва на 0,5. При необходимости можно поменять лапку на однорожковую. Строчка идет на 0,1-0,2 от сгиба. Шов притачивания молнии зашел за основание шва на 0,5. Закрываем молнию. Соединяем все. И по средней линии закалываем. Отгибаем цельнокрайонную обтачку. При необходимости молнию можно заколоть или приметать. И будем настрачивать молнию с этой стороны. В данном случае строчка проходит по середине молнии. Либо, как вам позволяет, лапка. Главное ее притачать. Булавки не вынимаем. И начинаем отстрачивать по лицу, по намеченной линии. В закруглениях. Чтобы у нас получилось красиво, это можно сделать просто вручную. Один стежок. Чуть-чуть развернули. И постепенно проходим этот участок. И в этом месте мы попадаем на зубчики молнии. Поэтому, тем более, проходим это место вручную. Ставим закрепку. Также вручную. Чтобы наверняка. Еще. Закрепку ставим чуть выше цельнокрая на обтачке. Когда мы отрежем, чтобы молния оказалась внутри слоев ткани. И обрезаем молнию. Лучше брать ножницы для бумаги. Их не жалко. Подзор соединяем с правой стороной. И притачиваем по оверлочной строчке. Притачиваем. Помним про закрепки. Вот так выглядит с лица. Раскрываем молнию. Видим всю красоту. И нам осталось закрепить подзор с цельнокраяной обтачкой. Вот как лежат детали. Берем их и в этом месте ставим закрепку. Мы поставили закрепку с изнанки. При необходимости закрепку можно поставить с лица, войдя в шов. Обработка гульфика закончена. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. И помните, всегда можно сделать проще. С вами был Швейный Советник. С вами был Швейный Советник.